МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В день рождения радиостанция дарит подарки. Ну а нынче подготовка к 20-летию Пульс Радио вылилась в масштабную социальную акцию. 20 лет, 20 желаний. Елена Тетерина, постоянная слушательница первой ишкаролинской радиостанции, не скрывает. С радиоволной у нее связана подавляющая часть ее жизни. Со 103,8 начинается утро и заканчивается поздний вечер. Уже несколько лет подряд девушка мечтала стать частью радиоэфира. Мечтала, чтобы ее голос разнесся из всех приемников, настроенных на 103,8. Об этой мечте Лена и написала в своем письме. А утреннее шоу «Два в одном» этой мечте подарили воплощение. Всегда хотела попасть именно на Пульс Радио, почувствовать всю эту радийную атмосферу изнутри, посмотреть, как работают диджеи, какие эмоции они испытывают, и что вообще происходит во время эфира в студии. Эмоции меня, конечно, переполняют, мне очень понравилось, и мне бы очень хотелось вернуться снова сюда, на Пульс Радио. А желание этого молодого человека, возможно, кому-то покажется более приземленным, но все же не менее значимым. Строитель Анатолий Горбачев Ешкар-Ралу переехал из Украины полтора года назад. За это время успел жениться и стать папой чудесной девочки. Анатолий уверен, что свою любимую женщину нужно баловать и без повода. Поэтому его желанием было ювелирное украшение, которое Пульс ему и подарил. Этот подарок войдет в список воспоминаний Анатолия, как одно из тех, ради которых ему пришлось потрудиться. В прошлом году я приехал в город Ешкар-Ралу и устроился работать на стройку. Вот. Ну, под Новый год, думаю, надо насобирать денег. И электрики на стройке оставляли обрезки от кабелей медных. Мы их по чуть-чуть собирали, собирали, и в итоге насобирали. 32 килограмма чистой меди, поехали сдаваться в Чебоксары. Вот как бы на вырученные деньги я купил своей женщине любимое украшение, сделал ей руку и сердце. Предложение – руки и сердце. Лариса Егина, женщина, которая сегодня тоже оказалась в студии Пульса, признается, уже не один год мечтала что-то поменять в своей жизни. Хотя, находясь в отпуске по уходу за ребенком, это удается совсем не каждой женщине. Лариса признается, Пульс в ее случае станет флагманом, который с Нового года подарит ей возможность измениться внешне, а как следствие – и внутренне. Желанием женщины была бы не Минспорт-клуб номер один. Мне уже приходилось участвовать в конкурсе на Пульс-радио. И когда я в очередной раз увидела, что проходит конкурс, 20 желаний, то сразу же захотелось поучаствовать. И вот удача мне улыбнулась. Я очень давно хотела поменять что-то в своей жизни. Спорт-зал я тоже очень давно хотела посетить, но как-то не получалось, все или времени не хватало, или еще что-то. Улыбки – искренние и неподдельные. Именно это отличало всех гостей, которые заглянули сегодня в студию Пульс-радио. Хотя Людмила Ласточкина, немного стесняясь, призналась, что улыбка не так часто появляется на ее лице. Дело в том, что женщина воспитывает дочь с самого рождения, страдающая ДЦП. Желанием Людмилы было провести время для себя и ради себя. Поэтому Пульс-радио подарила ей сертификат на СПА-процедуру. Хотелось как-то уделить времени побольше для себя, что это, как правило, бывает нечасто, вне дома. Слушаю Пульс-радио практически постоянно. Услышала про этот конкурс. И в последний день, правда, уже услышала и решила написать. Из подарка выбирала многое. Чего хотелось, конечно. Ну вот остановилась на этой СПА-процедуру. Сертификаты на прическу и макияж в медицинский центр, кафе, пиццерию, детский центр, автосалон. Всего 20 желаний, которые Пульс везде не исполнял для своих радиослушателей. Помимо этого, конкурсы и памятные сюрпризы ежечасно. FM-волна 103.8 снова подтвердила, что близко и всегда – это несложно. А близко, всегда и радостно – это к тому же и приятно. В течение определенного времени нужно было написать письмо, выбрать желание одной из представленных в нашей группе ВКонтакте, Пульс, Радио и Шкар-Ала и убедить нас, почему именно их желание должно сбыться. Нам поступило более сотни писем на наш имейл. Какие-то тронули нас аж до слез. Кто-то смог рассмешить членов нашего жюри. Тем не менее, победители уже определены. И сегодня мы награждаем их в студии Пульса. 7300 дней непрерывного вещания, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. За это время школу Пульс Радио прошли более 200 человек – радиоведущие, звукорежиссеры, редакторы, новостники. Про Пульс неспроста говорят, что это кузница кадров, потому что большинство из тех, кто начинал свою карьеру в этих стенах, впоследствии продолжил ее в крупных или столичных городах. Но стоит упомянуть, что те, кто связал часть своей жизни с Пульс Радио, хранят воспоминания об этом времени близко и всегда. Ведь главная ценность первой ишкаролинской FM-радиостанции – это люди. Люди, которые начинают свое утро с радиослушателями. Люди, которые заканчивают с ними день. Люди, чьи имена зачастую остаются незнакомы слушателям, но благодаря работе которых на 103.8 ежедневно настраиваются более 100 тысяч приемников по всему городу. Люди, благодаря которым 20 лет – это лишь 100. Я, как танцор и музыкант, обожаю Пульс Радио, и каждое утро начинаю именно с него, потому что только на Пульс Радио можно зарядиться в такой отлично позитивной энергии на целый день. Потому что для меня, как для человека творческого, это очень важно. Поэтому желаю Пульс Радио долгих-дольких лет процветания, и все очень здорово. Ну, новости Республики вообще классные, очень хорошие. Новости одни из самых первых по Пульс Радио, я знаю. Я просто в машине часто слушаю Пульс Радио, мне очень нравится. Пульс Радио слушаю каждый день, каждое мое утро начинается с вашего радио. Позитив на весь целый день, в общем, пожелания самые лучшие, позитива, процветания и побольше слушателей. Постоянно слушаю Пульс Радио, недавно участвовал в конкурсе «20 лет – 20 желаний». Было очень интересно, поздравляю всех слушателей. Слушаю данную передачу и хочу пожелать о том, чтобы она в 2016 году процветала. Да, музыка очень заводная, я каждое свое утро начинаю с Пульс Радио. Поздравляю всех слушающих Пульс Радио с Новым Годом. Я вот пожелаю вам, всему коллективу, особенно молодым, творчества, творческого подхода к работе, потому что интересные передачи, они всегда интересны. Желтые такие, желтая пресса, как говорим, и желтые передачи, они, я думаю, на сегодняшний день не актуальны. Всем праздничного настроения, поскольку такая дата у вас. Ну и успехов во всех делах. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова